Я вот ни разу нормально не получала зарплату. Это постоянно вот такая петрушка. Если вы за всю эту работу, время работы я получила, может раза два-три хорошо зарплату вовремя. А в основном мы зарплату не получаем. Руководство сейчас сказали, выйдите, пообщайтесь с журналистами. Нет, лучше нас в кабинет к себе позвать и попытаться нас убедить в счет. Мы каждый день ходим, умоляем, дайте нам зарплату. У всех ипотеки, вот стоят дети, дети, ипотеки, кредиты у кого, у всех все подкрыто. Мы просим, мы коммуналку платить не можем, мы ничего платить не можем. Последний раз мы получили за апрель. Люди еще есть такие, которые не получили даже за марс. Они отчитываются, что все получено. То 80% сунут, то 20% за апрель сунут. Вот вы получили сейчас за апрель. Некоторые даже за апрель не получили еще. Мы 80% мы получили за апрель. Это было сутки. У кого копейки, они нет. Вот многодетные матери стоят, которым надо 100 детей, четверо детей стоит, женщины. А кого копейки приходится яйцо выбирать и зарплату? Как это яйцо еще надо изменить? А вы, когда яйцо выбираете, так у меня вообще алименты на содержание несовершеннолетних детей. Это получается была задолженность марта, апрель, май и июнь. То есть пообещали рассчитаться, конечно, марта, апрель отдали, май и июнь никто не собирается отдавать. Это вообще на содержание несовершеннолетних детей, это вообще нарушение. А пристава там пишут, что они там что-то там решили по зарплате. Все это отписки, да и только. Дело в том, что когда мы обращаемся к руководству по поводу выплаты заработной платы, они отвечают нам один ответ у них. Вы поймите, что денег нет. Денег нет. Войдите в наше положение, денег нет. Спрашиваем, когда будут. Ну потерпите. Ну вот в следующей неделе приедет, фура загрузим, может привезет наличку. И мы ждем, вот каждый раз мы ползаем перед ними на колени. Это уже надоело. Угрозы сейчас начинаются. Скопаются от людей, подработников, пожалуются и прочие. И только попробуют уволят. Нет, больше трех месяцев была задержка, но они старались как-то сдвинуть, чтобы два месяца хотя бы задержку. Сейчас на данный момент июнь не выплачены, апрель многих не выплачены. Получается март, апрель, май. Ой, что я говорю? Апрель, май, июнь. Сейчас подходит июль уже, четвертый уже месяц, понимаете? И мы не можем ничего с ними справиться. Вот они сейчас с нами идут на переговоры, когда почувствуют, что мы уже начинаем куда-то обращаться. В прокуратуру обращаемся. Как они проверки эти проводят? Приедут, нескольким человеком в фону там покажут, что там, наверное, что-то уже сделано. Я не знаю, как-то, я не обращалась, честно сказать. Но мне, наверное, придется тоже обратиться ради того, чтобы посмотреть, как у них проходит вот эта процедура. Потому что я не знаю, как у них проходит. Будем, значит, ехать в прокуратуру, потому что мы не хотим доводить до вот этого. Но приходится, они нас вынуждают к этому. А почему они их обезнимают? Наша короткая прокуратура, понимаете, толку, побежали, отдали зарплату или что? Вообще ничего. Еще и выслушала в этой прокуратуре. Вообще не пыль. Написано за басковку, чтобы хоть как-то их на показать. Не подписываются. Не подписываются. Даже трудовые договора не выдают. Требуем трудовые договора на руки, никто не выдает. А когда-то вы вообще видели свой трудовой договор? Подписали, расписались и все. Сколько на фабрике сейчас? Ну, примерно хотя бы. Ну, 150. Ну, примерно, да. Так еще автогорадж у нас есть. Тоже пирожчане здесь сидят. Тоже не могут получить. Автогорадж у нас даже 100% конечно же они, наверное, за марк не получают. Они в самый последний. Вот жена пирожчанина стоит. Четыре. Последний раз получали зарплату два месяца назад. Ровно два месяца назад. Что это такое зарплаты? За какое месяц? У нас ипотека. У нас ипотека. Скажите, вы все жители Назаровского района? Все? Да. Все преображенские. Все преображенские. А на что живете без заработной платы? Где-то я. На кредиты, карты кредитные. Вот раз в месяц я раз заплатила, обогащила. И опять живем на три месяца в кредитных картах. Понимаете, в что они нас загнали? Ну что? Где-то мясо взяли под зарплату, продали. Где-то мясо взяли под зарплату, продали. Но это же тоже не выход, да? Коммуналки платим. Где-то за электроэнергию, где-то за... Мы платим просто с кредитных карт. А кредитные карты это просто долговая яма. Мы не можем их вовремя покрыть. И мы боимся каждый день, каждый месяц, что подходит число и нам... Да. Поэтому мы уже с кредитных карт оплачиваем. Скажите, а в администрацию Назаровского района, сельского совета куда-то обращались? Да все знают. Это же с окол 16-го года эта песня вся длится. Мы в 16-м году, вы можете знать, была забастовка. Нам тогда заявление наше приняли, наши заявления в журнал занесли, входящие, все. В двух экземплярах, один у них остался, один у нас. Мы спокойно могли не выходить на работу на основании Трудового кодекса. Вот. Сейчас же они нам не подписывают раз, мы не можем просто сесть и не работать. Потому что это чревато либо увольнением, либо еще какими-то угрозами, либо еще что-то. Они начинают запугивать. Ну запугивать в каком плане, что начинают там копать, да, по работе там что-то еще. Люди говорят руководителям, зайди на нее компромат, чтобы убрать этого человека. За свое, за то, что мы работаем, их обрабатываем, то, что мы отдаем, мы работу свою выполняем. Честно выполняем работу. Начнут выходить выше, закроют птицефабрику, и тут весь поселок вымерли с гором, с гором. Но я только думаю, что до такого не допустят, потому что сельское хозяйство сейчас, сами знаете, поднимает, процветает и куча. А у нас все хуже и хуже, у нас с каждым годом все хуже. Причем на складе ни одной коробки нет, все отгружается. Все отгружается. Все отгружается. А как у вас сейчас вообще продукция чешет? Яйцо, мясо. Мясо, яйцо. Яичный порошок, девочки. Ну, яичный порошок, мы его замал. Кормоцех, рабочий, который кормит курей, сам дробит, сам это все производит и кормит прекрасно. На корма деньги есть, значит, и контору себе сделали деньги, есть на все деньги есть. Идите, выбирайте яйцо, продавайте. И я говорю, куда я пойду продавать. Даже яйца не покупала. В общем, нет яйца здесь нет, придешь и яйца даже нету. Вот под зарплату взять яйца, ты не можешь бороться, бывает и такое. Я говорю, вы не можете реализовать свое яйцо, вы мне говорите, у вас тут надо. Я говорю, а я куда пойду с вашим яйцом? Со своей же зарплатой. Так мне еще и штраф дадут за незаконную торговлю. Потому что, блин, зато они сейчас на нас едут отпускать. Ну, зато отдыхают все, едут в отпускарь. Отпускные получают. Да у меня муж в мае отгулял отпуск. До сих пор выдали 12 тысяч. Я во время была в отпуске, не рубляешь не получил. Вот человек отпускные, в глаза не будет полтора месяца. Отпускные, я им говорю, что отпускные обязаны дать за три дня до отпуска. Я в апреле пошла, уже сходила, без денег посидела. Вышла и до сих пор я денег не получила. Они не успевают. Вот он пошел и улетел отдыхать. Деньги есть. Ну, хоть Новый год отмечу.